Всем привет, с вами Якимов Игорь. Прошлый ролик по очистке фильтра грубой очистки оказался популярным, но некоторые зрители обратили внимание, что фильтры установлены неправильно. Я видел по-всякому установленные фильтры грубой очистки, но не задумывался, правильно они установлены или нет. Но сейчас я все продумал. Плюс собрал инфу из интернета. В результате сделал ролик по всем тонкостям установки фильтра грубой очистки. Оказывается, сантехники, за плечами которых много лет стажа, часто ставят эти фильтры неправильно. И неправильная установка фильтра грубой очистки делается повсеместно. Поэтому информация по правильной установке фильтра нужна, даже если вы сантехника нанимаете. Он установит, возьмет деньги и уйдет. А обслуживать неправильно установленный фильтр вам. В этом ролике разберемся, как все же установить фильтр грубой очистки правильно. Разберемся, что происходит в системе, если фильтр установлен неправильно. А также, что делать с неправильно установленным фильтром, если переделка в системы в данный момент невозможна. Так что не так с установкой фильтра в прошлом ролике. Впрочем, этот фильтр устанавливал не я, а профессиональные сантехники. Направление потока воды соответствует направлению стрелки на фильтре. Основную функцию он выполняет и пропускает крупную грязь в котел. Проблемы с тем, что фильтр делает с этой грязью. Когда напора нет, грязь возвращается обратно в трубу под действием силы тяжести и оседает внутри обратного клапана. Когда появляется напор, грязь опять движется к фильтру. Так эта грязь и болтается между обратным клапаном и фильтром. И вычистить ее без разборки системы невозможно. Единственный способ, как эту грязь из системы убрать, это подключить вместо крышки фильтра шланг и слить пару литров воды через него, вместе с накопленной грязью в системе. Теперь рассмотрим вариант, когда фильтр перевернут и вода поступает сверху вниз. Напоминаю, правильное движение воды обозначено стрелкой на корпусе фильтра. Тут уже грязевик с сеточкой выполняет роль отстойника. И это считается правильным подключением фильтра грубой очистки. Но с этим подключением есть проблема. Если в системе много грязи, то сеточка быстро забивается и перекрывается грязью вода. Поэтому нужна срочная очистка фильтра, так как вода почти не поступает. Более правильным я считаю расположение фильтра горизонтально, отстойником вниз. Когда сеточка забивается, то вода продолжает идти, но с гораздо меньшим напором. Излишки грязи накапливаются на подходе к фильтру. Фильтр все равно нужно чистить, но не так срочно. Если поставить фильтр грубой очистки горизонтально грязевиком вверх, то это тоже неправильно. В результате грязь накапливается не в отстойнике, а на подходе к сеточке фильтра. В результате фильтр быстрее забивается, плюс этот фильтр проблематично вычистить, как в первом случае. Часто встречался и с таким расположением фильтра, когда грязевик в одной горизонтальной плоскости с трубой, по которой течет вода. Из моего опыта, в отстойнике грязь все же накапливается. Но это происходит не так эффективно, как если бы отстойник располагался внизу. А теперь рассмотрим, что делать, если фильтр стоит неправильно, а возможности переделать нет. Существует такая вставка в фильтр, которая называется инвертор потока для косого фильтра. Она позволяет накапливать грязь и тогда, когда фильтр установлен неправильно. Но это все равно временное решение проблемы, так как он быстро забивается. Емкость для мусора у него в пять раз меньше, чем в случае, когда фильтр установлен правильно без инвертора. То есть фильтр грубой очистки придется чистить пять раз чаще. Так что проектируйте систему водоснабжения или отопления так, чтоб фильтры грубой очистки у вас стояли правильно. Их будет проще обслуживать и они будут реже забиваться. Свои вопросы и предложения пишите в комментариях. Поддержите видео лайком, поделитесь видео с друзьями и до встречи в новых и старых роликах.